Девушки отдыхают Залез в новости, посмотреть, какие новости у нас за последнюю неделю были Первое, что наткнулся 6 тысяч человек в Петербурге будет уволено в ближайшие 3 месяца Это официальное заявление фонда занятости по Санкт-Петербургу Это массовые сокращения То есть это те организации, которые в рамках закона подали бумагу в фонд занятости А то, что у них на предприятиях, в офисах, там еще где-то будут сокращения Очевидно, что таких организаций гораздо больше Что не все просто соблюдают закон и подают уведомления фонда занятости Но 6 тысяч за 3 месяца это уже достаточно значительная сумма Число дошли И в рамках этих 6 тысяч будет, по крайней мере, только 500 человек в Сбербанке 500 человек для одной компании, это очень значительно Да? Это в рамках Санкт-Петербурга В рамках страны, что мы видим? Доклад высшей школы экономики 25 месяцев подряд у нас снижаются доходы населения Доходы населения упали на почти 13% за это время И этот процесс все продолжается и продолжается Это при том, что у нас, в принципе, сейчас по официальным СМИ Есть такое мнение, что вроде как кризис уже уходит На самом деле, как он идет, как он продолжается 25 месяцев подряд, так и идет дальше Да, вот у нас, например, есть Live 78, который сегодня приехал Осветить наше мероприятие Тоже у них половина сотрудников будут сокращать Это петербургский канал, который приезжает на различные социальные акции В том числе, да, освещает У нас, по сути, сейчас нет больше петербургского канала Это бывший телеканал 100 И вот сейчас его будут сокращать Сейчас он будет федеральным с небольшой прослойкой там петербургского вещания Ну, очевидно, что вот эти три момента дают поводу признать, что у нас кризис продолжается И все еще продолжается, и все идет дальше Это почему, ну, что за ситуация сейчас? Далее, что нам делать? Если посмотреть антикризисные выступления, антикризисные программы правительства То большую часть ресурсов тратится на банки На поддержку банков За последние два года почти 4 триллиона рублей, не миллиарда 4 триллиона рублей были выделены банкам С тем банкам, которые у нас ипотеку по 25% выдают, да? На поддержку этих банков А это очевидно, это типичная неолиберальная практика Когда поддерживаются финансовые секты, когда поддерживаются крупные игроки рынка Но так не все делают Можно поддерживать и народ Можно поддерживать реальный сектор экономики Можно поддерживать заднятые, бороться с безработицей Поддерживать субсидиями неимущих Поддерживать разоряющиеся предприятия Так уже не раз было в истории Так, например, поступала Скандинавия, да? Сейчас ныне богатая Когда боролась со своими кризисами в прошлом веке Но вот наше правительство почему-то решило, что оно будет по неолиберальному пути По англосаксонскому пути идти и поддерживать банки А то, что там у нас 13% доходы падают Ну ничего, зажмемся, да? Это второе И третье, наконец Почему мы здесь собрались? Я сейчас представляю в том числе движение ЗУПО Это недавно организованное движение Низовое движение рабочей взаимопомощи В рамках которого мы хотим организовывать различные социальные акции Социальные пикеты, митинги Поддерживать друг друга, поддерживать работников Вне зависимости Ты член профсоюза, не член профсоюза Работаешь ты на предприятии, на заводе Или работаешь где-нибудь в магазине, там продаешь обувь У всех бывают проблемы, потому что все в одной экономике живут Все попадают под одной крышей Всем нужна помощь, всем нужно взаимодействие Соответственно, вот мы сейчас хотим Это мероприятие заявлено как мероприятие ЗУПРА И мы хотим это дело развивать Соответственно, если кто хочет Кто хочет подключаться, подходите ко мне Все в рамках этого мероприятия будем записывать и держать контакты Спасибо И сейчас выступит седлова Людмила, экспондент двух газет Да Я экспондент двух газет и участница всех международных культурных форумов Значит, проблемы Нас сейчас раздравливают, народ разделяют на две части Чтобы они дрались без Исаакиевского забора Они раньше не были Нет, чтобы оставить так, как было хотя бы Нет, им надо, чтобы народ забыл о ценах повышения, о повышении тарифов И чтобы включили за Исаакиевский борьбу Теперь, как и визуру, выясните тело Ленина и Мавзолея Ленин, выясните, опять поднимается эта тема Чтобы народ между собой разделить и сравнивать Теперь я хочу сказать, что нас очень мало Очень плохая работа в Кировском районе И молодежи, и всех партий, и всех организаций И еще, так как я в числе, несмотря на возраст, градозащитница Я всех спрошу обратить внимание На Первой Советской Не разговаривайте там, пожалуйста Значит, на Первой Советской Трехзальный кинотеатр Москва Бывший проспект Гассов, Старопетербургский проспект Это Первой Советский с детьми, больными опорно-двигательным аппаратом И дети И директор школы Обращался к Лагутину Сергею Чтобы он быстрее отреставрировал, отремонтировал И отдал этот кинотеатр Детям, пожилым людям И под выставки ВОЗ ныне там Это кинотеатр Москва И последнее, что я хочу сказать Я уважаю, конечно, и Пастернака, и Мандельштама, и Бродского Но нам позор всем нам И министру культуры, и швидкому бывшему мерзкому министру культуры И этот не лучше, Мединский Что на Садовой 61 До сих пор не отремонтирован дом 61 Который находится в руках Мариинского театра Гергиева Нам надо добиться, чтобы он быстрее отремонтировал этот дом И открыл на втором этаже квартиру музея Лермонтова Где он жил и где он написал известное стихотворение «Смерть поэта» Прошу не быть равнодушными Потому что с помощью равнодушных совершаются преступления Чем больше молчим Как Чубайс когда-то сказал Примерно перефразирую его фразу Но смысл такой Наш народ – молчаливое стадо баранов И мы что хотим с этими баранами, то и делаем Так не будем мы баранами Отлично Дайте мне ваш телефон Не будем баранами Или мой запишите Сейчас выступит Морозов Игорь Из летчиков Летчики Парсоюз летчиков Без микрофона или так как? Лормально Уважаемые товарищи Рад вас приветствовать на этом митинге Что мы действительно можем выходить И высказывать свое мнение Отношение к тому, что происходит у нас в стране То есть есть то, что нас не радует, скажем так То, что делает власть и то, что не может делать власть Скажу несколько слов о том, что происходит в авиакомпании «Россия» на сегодняшний день Новые работодатели, которые приняли решение нас реорганизовать Объединить несколько филиалов Это Оренбург, Ростов Создать ее Создать филиал во Внуково На базе разорившейся авиакомпании «Трансайра» И в итоге получается, что они пришли и сразу понизили нам зарплату на 30% как минимум Я уже не говорю о том, чтобы проиндексировать С 2014 года нам не индексируется заработная плата Хотя она прописана в наших документах В приказе, что они это делать должны ежегодно Но маленькая сноска при наличии средств Но вот эти средства, которые необходимо туда закладывать Они должны закладывать на каждый год Они этого не делают почему-то И тем не менее, они считают свои прибыли И Аэрофлот – это основной акционер Собственник нашей авиакомпании Скажу еще, что город тоже там участвует На 25% вы можете заблокировать любые решения Но тем не менее, он это позволяет делать Так вот, Аэрофлот не дает возможности развиваться в том числе и нашей авиакомпании в нашем городе И в том аэропорту, в который тоже вложены колоссальные средства И нам, и вам в том числе приходится летать на других авиакомпаниях Потому что там дешевле Аэрофлот лоббирует свои интересы И вы вылетаете через Москву У нас нет дальнемагистральных самолетов Вот мы против этого выступаем Мы пытались в течение года договориться о том Чтобы все-таки найти какой-то компромисс И сохранить нашу заработную плату Но работодатель просто молчит И ни на какие отношения с нами не идет И мы вынуждены были обратиться в суд И в результате суд признал эти приказы незаконными Но тем не менее, два месяца работодатель уже не исполняет решение суда О чем мы и сегодня в том числе говорим Где тогда власть, которая должна быть употреблена? Почему позволяет олигархам делать с нами все, что они хотят? Я также хочу напомнить слова Путина, который сказал несколько лет назад Перестаньте давить бизнес Так я вот говорю, что бизнес теперь давит нас И обратите внимание на это Что мы здесь именно труженики Защищаем свои права И защищаем нашу заработную плату И наши условия жизни И это экономическая основа Если мы будем получать нормальную, достойную заработную плату То это будет двигать именно экономику И действовать на пользу России Вот это надо понимать Но почему-то те, которые загребают наше богатство Они не хотят этого слышать Они живут только сегодняшним днем Поэтому я предлагаю Вот наше предложение в резолюции Я зачитаю Профсоюз летного состава УАВА Компания Россия Выступает за проведение ежегодной индексации Заработной платы работников На процент инфляции Индексация заработной платы Это сохранение реального содержания Заработной платы работников И, следовательно, его уровня жизни Мы против обнищания трудящихся Также мы настаиваем на безукоризненное выполнение Решения городского суда В отношении отмены незаконных приказов По авиакомпании Россия Которые понизили заработную плату пилотов И требуем пересчитать и вернуть пилотам Недоплаченную заработную плату За период с 1 декабря 2015 года Пилотам авиакомпании Не индексировали заработную плату С 2014 года Мы требуем провести индексацию заработной платы За этот период И в обязательном порядке Проводить ее ежегодно Сделать нормой для работодателя Закладывание средств бюджета авиакомпании На индексацию заработной платы работнику Считаем, что фраза Проведение индексации заработной платы При наличии средств Это обман работников И лазейка для работодателей Чтобы индексация заработной платы Не производилась Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации В статье 134 Которой обязывали бы работодатели В обязательном порядке Проводить индексацию заработной платы работников Высокая заработная плата трудящихся Это залог развития общества Вот мы за это выступаем Спасибо Здравствуйте, давай В этом году Государственная Дума подготовила Еще один в кавычках добрый закон Как вы знаете, теперь по новому закону Если человек взял какой-то кредит в банке Потом его уволили У него снили зарплату То у него могут отнять последнее жилье Я наверняка думаю, что у олигархов Никакое жилье никто отнимать не будет И скорее всего это ударит по тем людям У которых есть примерно 25 метров комната в коммуналке Ее продают Деньги отдают частично банку Частично дают какой-то сарай где-нибудь в деревне Без воды, без света, без газа Потому что на большее человеку просто не хватит Поэтому я призываю все организации Которые здесь присутствуют Объединиться еще и выступить против этого Я считаю антинародного закона Потому что все мы помним 90-е годы Когда квартиры продавались как угодно И миллионы наших граждан просто стали бомжами Не надо говорить, что все они были наркоманы Или там алкоголики Я знаю многих людей Которые просто не разбирались в юридических, так сказать, последствиях И сейчас они, ну и до сих пор они живут без жилья Можно сказать так Я считаю этот закон направлен Который будет приниматься в первую очередь Против трудового народа Который, ну многие взяли кредит Не знаю, чем это дальше запахнет Поэтому давайте продолжать нашу борьбу Против таких вот законов Которые ограбляют, я считаю, население нашей страны Спасибо Товарищи Мы Российский Объединенный Рабочий Фронт Поддерживаем лозунг Обязательной индексации заработной платы И не только на словах Впервые с инициативой Придать этому справедливому требованию Силу федерального закона Выступил профсоюз МПРА Однако только депутату Родфронту Республики Карелия Зак Собрания Степанову Удалось довести этот законопроект До слушаний в Государственную Думу Эти слушания состоялись ровно год назад В январе 2016 года Напомню Тогда депутаты фракса «Единая Россия» Массово уклонились от голосования Впереди были выборы в парламент Они не хотели портить свой имя С отрицательным голосованием Однако эта тактика принесла успех Поскольку цель была достигнута Все остальные фракции проголосовали за Но законопроект не набрал необходимого количества голосов И не пошел дальше Там не хватило буквально 20 голосов Мы были к этому готовы И повторно внесли законопроект В марте месяце И в апреле он поступил опять в Госдуму Немного измененный В плане Госдумы Рассмотрение проекта должно было состояться в ноябре месяце Ноябрь давно прошел А вот и ныне там Почему? Потому что в буржуазном государстве Парламент выполняет и защищает интересы Хозяев банков, заводов, газет, пароходов Только массовые протесты трудящихся Заставляют их прислушиваться к нашим нуждам История рабочего движения Говорит Что господа Идут на уступки только тогда Когда боятся потерять еще больше Поэтому такой законопроект Может быть принят Только в результате Борьбы за более высокие цели За какие? За власть Нам предстоит Учиться бороться за власть Используя для этого все методы И все средства Только овладев всей государственной властью Об обществе, в производство И ведя плановое хозяйство Мы решим все свои проблемы раз и навсегда Сложно? Да, это непросто Но другого пути все равно нет Поэтому в год, в столетие Великого Октября Давайте вспомним об успешном опыте наших предшественников Смогли они, сможем и мы Нет сокращения Да, индексации заработной плате Покажем буржуазии В силу организации трудящихся Ред Франс Сейчас выступит Темченко Игорь Из МПРА Здравствуйте, друзья Я представитель МПРА Работник завода Форд Сейчас завод Форд сокращает 130 работников Порядка 16% рабочих Обосновывая тем, что тяжелая ситуация там экономическая И так далее Но при этом опять Форд хочет выехать только за счет рабочих Да, они сокращают Объявляют о сокращении Количество салфеток в столовой Не больше двух в руки А при этом сами ездят на служебных автомобилях И не собираются От них отказываться Потом, я не знаю Сокращают бумажное полотенце в умывальнике Чтобы тебе нечем было вытираться А себя назначают на вторую должность С доплатой в 50% То есть, все происходит опять только за счет рабочих Мы пытаемся сейчас как-то бороться с этим Но Форд За все время, сколько я работаю Это 16 лет Форд ни разу не шел ни на какие уступки Да только борьбой, да Можно что-то добиться и что-то выбить И нам очень часто понадобится, конечно, помощь всех Организаций Чтобы как-то отстоять наших рабочих Поэтому я обращаюсь за помощью ко всем Чтобы организовывать эти митинги И как-то попытаться защитить этих людей Которых сейчас сокращают Спасибо Кто там следует еще? Фонд Рабочая Академия у нас выступит сейчас Значит, Иван Яросимов Фонд Рабочая Академия Рабочая партия России Значит Народу здесь мало, да Но надо сказать такую вещь Что, как показывает опыт Даже 100 лет недавности Русская буржуазия Не способна вывести страну из кризиса Не способна организовать производство Заниматься этим приходится Рабочему классу И придется сейчас Что надо для этого делать рабочим? Во-первых, какие требования должны быть? Что выдвигать? Здесь говорили об индексации Я понимаю товарищей взлетного состава У которых заработная плата Наверное, соответствует стоимости рабочей силы Но в среднем заработная плата России такова Что эта индексация Которую выдвигают многие буржуазные Мягкобуржуазные партии Она консервирует Нищенский уровень работников Деградирует рабочая сила Деградируют работники Рассыпаются предприятия Отсутствует внутренний спрос И поэтому Чисто на индексации далеко не уедешь Какой должна быть нормальная зарплата? Это все считабельно Во-первых, у нас здесь сейчас не лекция, а выступление Я прошу проверить мне на слово Мне и товарищу Марксу Что капиталист платит Заработную плату В соответствии со стоимостью рабочей сиры Не в соответствии со спросом и предложением Не в соответствии там С остатками от прибыли А в соответствии со стоимостью рабочей сиры Какова сейчас у нас стоимость рабочей сиры? Многие говорят, что хватает 50 тысяч рублей в парне на жизнь 50 тысяч рублей, товарищи, это такая сумма, что население России вымирает Для того, чтобы население России элементарно не вымирало, надо, чтобы в семье было по трое детей хотя бы Докеры Ленинграда просчитали, какая должна быть заработная плата, чтобы троих детей вырастить И чтобы при этом, ну, соответственно, и жену кормить, потому что жена, понятно, не боец финансового фронта с тремя детьми Насчитали 270 тысяч Товарищи летчики, наверное, не упадут в обморок от этой цифры, а многие падают И говорят, что это невозможно, это нереально Это все возможно и реально, товарищи Прибыли у нас кароссальные У нас, да, производительность труда пониже, чем в Соединенных Штатах Но зарплата у нас намного превышает это падение от производительности труда И у нас в стране это рай для так называемых инвесторов, на самом деле, обирателей народа И у нас кароссальные сверхприбыли имеются И мы это чувствуем Децильный коэффициент у нас Это соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных Намного выше, чем в Европе, в Скандинавии, и чуть не 30 достигает И надо сказать, что это товарищи рабочие Как нерадивые родители, барующие своих дитя Они вот допустили вот такое свое ограбление кароссальное И, в общем-то, даже не очень здесь и понимают, что делать в этой ситуации Они понимают, почему Надо товарищи учиться Сто лет тому назад в России, в Царской, где бурно развивался капитализм Рабочих, у рабочих была тяга очень сильная к учебе, заниматься Занимались всем гимнастикой, русским языком И в этой почве, как рыба в воде, чувствовали себя и большевики И прочие социал-демократы, которые учили рабочих, в том числе и борьбе И у рабочих была тяга учиться, тяга бороться И именно вот эти рабочие сделали революцию и построили сильнейшее в мире государство И сейчас надо переключать свои мозги во многом на учебу Я могу посоветовать, сейчас опять же им короткого наступления Есть такой красный университет Наберите в интернете, туда можно будет записаться с сентября Лекции в интернете все выкладываются, их можно слушать хоть сейчас Это первое Второе, значит, чего все-таки требовать Во-первых, требовать повышения уровня содержания заработной платы Не просто индексации А как записано в 134-й, 130-й статьях Трудового кодекса Требовать повышения уровня содержания, реального содержания заработной платы Это реально даже у летчиков, я думаю Потому что новые самолеты поступают более экономичные Растет прибыль компаний А чего рабочим, почему летчикам с этого ничего не должно перепадать Это нужно раз Второе, и может даже первое Это сокращение рабочего времени Когда человек работает под самую завязку У него нет возможности оглянуться вокруг Начать учиться и начать менять свою жизнь к лучшему Он приходит с работы домой Плюхается в кровать Утром просыпается, идет на работу На выходные, на дачу Где на даче, там, чего бы их оттаить Многие в том числе и употребляют спиртное Надо сокращать рабочий день до 6 часов И высвободившееся время тратить на профсоюзную работу На свое обучение Как Маркс писал еще 150 лет тому назад Без сокращения рабочего дня Требовать от рабочих борьбы невозможно Это еще было на заседании первого интернационала Но надо, товарищи, учиться Надо читать Маркса, капитал В свое время, в начале прошлого века говорили Что настольной книгой каждого сознательного рабочего Должен быть капитал Маркса Когда вы его начнете читать, вы увидите, что там все актуально как никогда Вот вместо компьютеров Если поставить изделие тяжелого машиностроения Точно то же самое Стремительно растет автоматизация производства На заводе, где несколько лет тому назад работали сотни людей Теперь ходят лишь несколько человек, убирающих мусор И наблюдающих за работой машин Рабочие вышвыриваются на улицу Население Рандии сократилось вдвое За сколько там лет все уехали в Америку, потому что работы нет в Ирландии Все это идут люди в присругу, в обслугу Всем этим проблемам товарищи сотни лет Также тяжелая борьба рабочего краса Но благодаря борьбе рабочего краса Он добился многого и на Западе, и у нас И добьется и сейчас Но для этого нужно нам работать И последнее, значит, если кто по поводу учебы По поводу хружка После работы можно встретиться даже вдвоим-троим Какие-то вопросы обсудить Это вот я здесь к вашим услугам Все наши товарищи из фонда рабочей академии Из рабочей партии России К вашим услугам Так что обращайтесь, подходите Все Спасибо А сейчас выступит Тюлькин Дмитрий Аркадьевич Виктор Аркадьевич Давайте, ставьте Всем добрый день Поскольку речь идет об индексации Вот я решил рассказать одну занимательную историю Из жизни Правильно люди говорят, что Без политики решить практические проблемы Ну, невозможно, да? Поэтому Те политические силы, которые сегодня представляют правящий класс Они делают максимум возможного Чтобы в эту политику Простых, непородистых С конвейеров, так сказать От станков Не пускать Вот каким образом это делается И где здесь индексация? Первые выборы Которые назывались демократическими Это 93-95 год Всем политическим партиям Для участия выборов Давали по равной сумме денег Еще А потом Решили, что нет Деньги надо давать тем партиям Которые прошли в эту думу И вот в 2003 году Первая расценка была такая 50 копеек За полученный голос Получали партии В год Это где-то на всю страну получалось 50 миллионов рублей Ну, вроде не так много, да? Проходит некоторое время 2005 год И те, кто сидит в думе Сказали, что маловато Давай увеличим Вместо 50 копеек 5 рублей сделали То есть сразу в 10 раз К 2007 году Эта сумма возросла До 10 рублей К 2011 Или восьмому 50 стало Перед последними выборами Она была 110 рублей То есть С 2003 года Сами себе Политические партии Увеличили финансирование В 220 раз Но вот если бы Зарплата каждого Из здесь присутствующих Или пенсия С такими же темпами Росла Это было бы Ну, по крайней мере Никто бы не возражал, да? На этом история Ведь не остановилась В прошлом году Были выборы Большинство людей На выборы Не пришли Ну, в Питере, вы знаете Явка была там 37 процентов В целом по стране Меньше 50 Казалось бы Большинство Игнорирует Ну, так надо Этим ребятам Подрезать Хватит А нет Ребята там сидят Ушлые И Неглупые Вот они говорят В 2011 году На нашу долю Приходилось Общую 7 миллиардов Рублей в год Финансирование А теперь Получается Меньше Что они делают? Они 7 миллиардов Разделили на Тех, кто пришел На выборы Меньше И получили 152 рубля За голос И раз И в конце года Провели закон Закон Все законно Теперь за голос Будем получать По 152 рубля Если возвращаться К понятиям Индексации То с 2003 года Увеличение Произошло Теперь В 304 раза Это я к тому Чтобы каждый из нас В разговоре С людьми С начальством С этими Которые Аргументацию ведут Нет денег Нет денег Нет денег Нет денег Могли говорить Кончайте Свистеть Не надо Нас дурачить Деньги Есть Только они Они идут Куда На сохранение Их положения На охрану Этой поляны Чтобы не лезли Всякие На повышение Их благосостояния Рост числа Миллиардеров И пример Показывает Наш замечательный Тендем Кстати Перед началом Новой волны Кризиса В 2014 Году В декабре Президент Своим указом Повысил Зарплату Себе И Медведеву Сразу В 2,65 Сотых Раза Поэтому Давайте Брать Пример С президента Да Я имею ввиду Не стесняться И не входить В положение Что нет денег Ну и на все Их аргументы Отвечать Не надо Нас дурачить Слава Богу Отличаем Незабудку От дерьма Как поэт Писал Успехов В борьбе Всем В последние 15 лет До 2009 Года Агония Капитализма Которая В какой-то момент Советский Союз Развалил Китай Капитализм Китая Построен И получил Некий толчок Пинок И вот капитализм Под влиянием Этого пинка 15 лет Двигался Вперед Двигался Вперед А мы Грустили Думали Есть проблема Ну вторую работу Нашел Да А какая вторая работа Сейчас Нет никакой второй работы Союз поборолись 20% повышения зарплаты А сейчас нет Потому что Возможность Профсоюзной борьбы Она Ограничена Капитализм Прибылью капиталистов От себя Они Лишь его не отрежут На самом деле Когда у них есть возможности Ну с барского плеча Могут кинуть немного Сейчас Объединяться надо Не только На уровне предприятий Объединяться надо Всему рабочему классу Объединяться Для политической борьбы Для борьбы За средства За средства производства Борьбы за заводы За фабрики Потому что Организовать производство Кроме рабочих Мы видим Никто не может Капитан Подождите Сложно Да Сложно Но Боя Фабрики и заводы есть Вы знаете Посмотрите Вот люди из Ампераат Спорта Люди на самом деле С Ниссана Люди с Тойоты Это заводы На Ниссане платят зарплату На Ниссане платят зарплату Сейчас На Борде тоже платят зарплату Видите Не так все просто Да Но Сейчас У нас Есть возможность Для борьбы И рабочие Показали Не раз И не два Что могут Организовать производство Но для того Чтобы это сделать Необходимо Объединяться Объединяться Политически Объединяться Объединяться Под социалистическими Лозунгами Спасибо Товарищи Спасибо Сейчас Завершает наступление Петр Кринёв Товарищи Меня зовут Петр Кринёв Я Уже нормальный Рабочий активист Живой Вот С самого начала Я хочу сказать Спасибо вам всем За то Что вы здесь Сейчас И вот Давайте разогреемся Поаплодируем На самом деле Товарищам Лётчикам Которые добились Хоть чего-то Связанного с индексацией Теперь это надо Продвинуть Дальше И сделать так Чтобы буржури Деньги вернулся Давайте поаплодируем По-настоящему По-живому Молодцы Теперь давайте Не будем мерзнуть Испомним Зачем мы здесь А здесь мы для того Чтобы Наша зарплата росла Поэтому Пусть кто-нибудь Хотя бы оттуда Услышит о том Что зарплата должна расти Давайте Зарплата должна расти Зарплата должна расти Зарплата должна расти И это правильно Потому что За нашими спинами На сегодня Стоит только Медведевская Сколково А мы знаем Что прекрасно Что это полный синоним Отсутствие всякой экономии Всяких зарплат Поэтому То что мы здесь стоим Это важно Правильно И стоять надо чаще И дольше Кричать надо громче Буржуи используют Наше молчание В свою пользу Мы минуту молчим Он с нас высчитает Десятки процентов Заработной платы Они не придумывают Новые рабочие места Они придумывают Новые налоги на нас Они оберегают За счет олигарх Благополучную И я бы сказал Такую масляную Жизнь олигарха За счет простого Работяги Мы об этом Не говорим И об этом Не принято говорить Принято говорить О градозащите Принято говорить Об экологии Это типа Все правильно Это правильно Но Помирать на чистом воздухе В последней рубашке Без разницы На самом деле Загазован у тебя город Или ты помираешь на чистом воздухе Вопрос Исаакия Тоже Смотрите Сейчас Мы все обсуждаем То что Будет Исаакий Чей? Поповский Городской будет Но мы никак не обсуждаем Внутри В обществе То что у нас Растут налоги Уменьшаются Заработные платы Это надо менять Поэтому я хочу вам сказать Большое спасибо За то что вы здесь Сейчас Что мы стоим Показываем свое Мнение Относительно того Что наша зарплата Все таки должна расти 134 статья Должна индексироваться Летчики молодцы И в завершении митинга Я считаю правильным И необходимым На сегодня Принять резолюцию По товарищам Из профсоюза Летного состава Чтобы мы могли Официально это отправить Властям И проконтролировать Процесс ее исполнения Всех присутствующих Прошу проголосовать Кто за то Чтобы принять По итогам Нашего мероприятия Резолюцию Зачитанную Игорем Мором